Здравствуйте, меня зовут Александр Гриценко, я представитель правления Интернационального Союза писателей. И эту программу, этот выпуск мы посвятим литературным фестивалям. Рассмотрим их как инструмент по продвижению писателя, обретение писателям нужной информации, завязывание связей и как инструмент создания личного бренда. Соответственно, поговорим мы сначала о конкретном мероприятии, которое пройдет скоро, и к которому я призываю вас, и вообще как бы в общем о фестивалях и зачем, и как, особенно за рубежом, нам нужно проявлять себя. Вот, информацию о фестивале онлайн, большом и крупном, вы сможете найти в описании к этому видео, и там будет ссылка, и там будут контакты, куда можно позвонить или по какому номеру можно оставить заявку. А сейчас более конкретно. Значит, в этом году, в связи с ковидом и с пандемией, как и у многих других, мы не смогли провести несколько крупных фестивалей. То есть, например, мы не смогли провести международный пушкинский фестиваль. Это первый фестиваль на юбилей поэта прошел в Крыму в городе Судак в прошлом году. Это было такое очень яркое действие. Приехали люди в Крым, несмотря на санкции, с разных стран мира. Там была прекрасная обучающая программа, выходили сборники, были названы лауреаты, причем победить хотя бы третью степень премии Пушкина, получить на фестивале Пушкина, это очень почетно, и это действительно влияет на отношение читателей к этому писателю. Ну, если все правильно, конечно, делать. Вот, а соответственно, это мероприятие мы провести не смогли, потому что как раз-таки на день рождения Пушкина был довольно сильный карантин, и Крым не принимал людей. Далее мы не провели, мы помогаем уже несколько лет проводить фестиваль фантастики Айлита. Это старейший фестиваль, он существует с 1981 года, представьте. Старейший фестиваль фантастики в России. Первые лауреаты этого фестиваля были братья Стругацкие. Соответственно, вот с тех пор вручается премия Айлита по совокупности заслуг и масса других литературных премий этого фестиваля. Премия Холумбаджи, Рицарь фантастики, Бугрова, Гиперболоид и так далее, и так далее. То есть, вот это все, это все всегда значимо, и это, в общем-то, определяет зачастую вообще литературный процесс России. Да, и, кстати, Айлита Старт, которые получали массу известных писателей, это с премии за первую книгу, за дебют. Соответственно, там тоже масса интересных было мероприятий, обучающих, сборники выходили, некая интеграция в профессию происходила, вот это мы тоже не привели. И третье, это конкурс премии Бажова «Новый сказ» по рукописям, тоже большое крупное мероприятие, значимое, где, так же, как и в Пушкинском фестивале, состязаются люди в разных жанрах, по прозе, поэзии, драматургии, публицистикой, соистикой, детской литературы, фантастика, фэнтези и так далее, да, вот, вплоть до там исторического детективного романа, то есть, это вот такой некий смотр, который мы привести не смогли, а это очень и очень плохо. Соответственно, значит, что делать, подумали мы. И мы решили объединиться с нашими партнерами и сделать такой большой онлайн-проект. То есть, это, в принципе, нормально сейчас, даже за рубежом, например, Еврокон или французская книжная выставка, они проходят онлайн. И даже, знаете, это намного лучше, потому что, вот я сейчас так понимаю, потому что у нас люди живут в разных странах, в разных регионах России, и теперь мы сможем, а ведь самое главное, это обучающая программа, теперь мы сможем заочным участникам предоставить доступ к общению с писателями со всего мира. И вообще мы сможем показать людям, как нужно действовать, чтобы, например, публиковаться в той или иной стране. То есть, в принципе, ситуация улучшается даже. Поэтому, что мы планируем и когда? С 18 по 20 декабря пройдет крупный онлайн-проект. Он будет частично в зуме, частично на других платформах. Можно будет подключаться и не только слушать, но и задавать вопросы. То есть, вы тоже будете выступать, участники фестиваля. Причем доступ туда открытый. Если человек хочет, он присылает какие-то свои тексты, его утверждают, если он вносит торг взнос и может получить все эти блага. На этой онлайн-платформе вот эти вот три проекта, которые я сказал, они будут проводиться, конкурсы и мероприятия этих проектов будут проходить онлайн. Также мы обычно в конце года проводим некий такой корпоратив, смотр наших писателей и награждаем какими-то престижными наградами самых-самых-самых выдающихся. В прошлом году это было в Госдуме. В прошлом году мы в Госдуме как бы награждали лучшими грамотами Госдумы и народ получал и другие награды. То есть, самые лучшие, там сто с лишним человек, собрались в Госдуме и вот они были, значит, они не просто приехали, а каждого представили. Была масса интересной прессы, сейчас тоже заявлен хороший пиар этого проекта, поэтому вот так. Ну и что делать? В этом году, хотя бы у нас была договоренность и с общественной палатой, и с другими организациями, нас поддерживали, но, видимо, очно ничего не получится. Поэтому, те люди, которые будут принимать участие вот в этом фестивале, лучшие авторы будут награждены грамотой от Российского Книжного Союза, который возглавляет Степашин. Все это очень почетные награды. Соответственно, вот это по наградам. Да, да, кстати, будет учреждена медаль о элите, которая впервые будет вручаться в разных жанрах. Старейший фестиваль, такой брендовый фестиваль, 1881 года существует, будет вручать в этом году награды. Возможно, первый и последний раз, поэтому те, кто получит награду, это будет очень престижно и здорово. Соответственно, вот. Это, что касается наград, за них можно стать лауреатом фестиваля Пушкина, получить какую-нибудь степень и медаль Бажова. Все это все прекрасно, почетно, но полезность еще в чем? Нет, есть, конечно, полезность получить премию, если вы достойны. Это работает на ваш личный бренд. Будут запланированы масса, будет запланирована масса полезных лекций, мастер-классы. Причем ведут, естественно, звезды и те люди, которые умеют уже себя продвигать. То есть, вот, допустим, мастер-класс просы будет вести писатель такой из Екатеринбурга Касимов, лауреат премии Ясная Поляна. Очень тонкий литературный критик, очень тонкий писатель, поэт. Вообще, человек, в общем-то, очень-очень-очень-очень интересный. Мастер-класс поэзии будет вести Михаил Бышаков. Это известный поэт, автор хитов. Ну, например, даже в песню, например, про Элис на английскую музыку знают все, но вообще, на самом деле, его песни в топах. И это не просто вот поэт песни, который там бла-бла-бла, ля-ля-ля, а действительно тонкий поэт, если кто-то не знает, вдруг. Я, конечно, удивлен, но можно пойти в интернете послушать, посмотреть его выступления, его песни. Вот. И более того, это очень хорошо, потому что один из главных способов монетизации поэта — это песенная поэзия. Поэтому тут вот карты вам в руки. Соответственно, будет прекрасный мастер-класс, очень полезный у Сергея Волкова о том, как из рассказа сделать сценарий короткометражного фильма и как это потом продвигать на фестивале и так далее. Это очень важно, потому что, если ваш фильм снимут, вы получаете многотысячную аудиторию. А если короткометражный фильм по вашему рассказу займет какие-то места, это очень сильно влияет на ваш личный вариант. Бурносов расскажет о том, как сделать из романа сериал и как работать со студиями, как сделать пилотную серию, сценарий пилотной серии. Все это тоже очень важно. И это, естественно, если вы попадаете на телевидение, то тут не только слава, но и деньги. Майкл Свенвик, президент Интернационального Союза писателей, писатель-классик, американский писатель, лауреат премии Хьюга Ньюбла выступит и прочитает лекцию о том, что нужно знать для того, чтобы понравиться литературному агенту США и публиковаться там. Мы планируем мероприятие большое с Ассамблеей народов Евразии, и они обещали нам, что предоставят возможность общения, некий брифинг с писателями, такими, причем известными, и такими писателями, которые могут продвигать в своей стране других авторов. Вот мы сделаем такой брифинг, возможно, это будет пять человек, шесть человек, они расскажут о возможностях продвижения российских авторов и вообще русскоязычных авторов в их странах. Я прочитаю лекцию от писателя как личный, точнее, личный бренд писателя, писатель как глобальный проект, бизнес, как сказал Уэрл, хороший бизнес – это самое лучшее искусство. Но на самом деле, в общем-то, это так и есть. То есть я не хотел бы, чтобы вы думали о литературе просто как о бизнесе, но если вы можете творить, и это востребованно и покупается, то это самое лучшее, что может человек для себя сделать. Поэтому есть способы, есть способы косвенной монетизации, есть способы создания личного бренда, мы рассмотрим это. Я лекцию эту читал только однажды, недавно на Росконе, узкому кругу людей. Она была очень-очень-очень востребована и хорошо принята. Она очень полезная, поэтому вот я вас приглашаю на свою лекцию, которая будет только там прочитана, пока видеозаписи нигде не планируется выкладывать. Соответственно, будет еще масса интересных мероприятий, именно как бы связанные на интеграцию писателя в литературную среду, как сделать так, чтобы он в других странах появлялся и так далее, и так далее. Это все будет на этом фестивале. Для того, чтобы принять участие в фестивале, вам надо будет в описании посмотреть информацию, позвонить, написать ответственному лицу, можно перейти по ссылке. Там по ссылке будет мое интервью об этом еще, такое текстовое интервью на сайте Интернационального союза писателей. Вот тут вот я на этом оба элите и о этом онлайн-проекте, о премии Бажова, о премии Пушкина, как бы заканчиваю. И я теперь в общих чертах расскажу. Что такое фестивали для современного мира? Для современного мира фестивали – это способ, во-первых, для создания личного бренда, потому что, когда вы побеждаете на фестивалях, вы таким образом выделяетесь из толпы пишущих. Это площадка для общения, для завязывания связей. Дело в том, что если раньше у нас были другие какие-то возможности, я имею в виду 80-е годы при Советском Союзе, Союз писателей России активно поддерживал, и были активные, модные, толстые литературные журналы. Вот простой человек мог узнать о писателе, прочитав этот журнал. Сейчас толстые литературные журналы, может быть, кроме «Российского колокола» и журналов традиции «Авангард», ну и там еще каких-то нескольких журналов, которые действительно имеют тираж. В основном даже очень известные журналы, у них совершенно микроскопический тираж. Это связано по разным причинам. Мне вообще кажется, что это, конечно, просто такая лень их руководителей, непонятно, зачем они там сидят, но это вот мое личное мнение. Однако, вот я могу сказать, что ситуация такая. Теперь для того, чтобы узнать где-то в регионе, или где-то, а уж тем более в другой стране, о, допустим, российском писателе, то человеку нужно, понимаете, он может купить книгу, но чтобы купить книгу, нужно до этого узнать вообще об этом писателе. Вот поэтому в наших разных регионах России проводятся такие сборы, куда съезжаются писатели, и туда вот приходит публика. Эту публику, кстати, мы тоже будем стараться спускать на онлайн-мероприятие. То есть просто читатели, они могут, так скажем, найти интересного для себя писателя. Это раз. Второе – это обмен опытом. То есть после таких фестивалей, даже онлайн, вы в любом случае сможете общаться, там будут разные платформы, будет включение. То есть не только мастера будут говорить, а вы писатель, но и вы сможете сказать что-то голосом, вы сможете обменяться контактами. И то есть после фестиваля часто завязывается такая вот дружба, дружба просто настоящая. Что касается возможностей, ну вот, например, после фестиваля, о котором я говорил онлайн, и вообще часто после наших фестивалей выходят сборники. Сборники имеют распространение от Калининграда до Владивостока. Прессы очень много, то есть будут пресс-релизы везде опубликованы. Люди, которые победят, они тоже будут везде, в разных списках, там, в газетах. И это очень-очень важно, в том числе для потенциальных спонсоров писателя. Ну, я об этом, кстати, поговорю когда-нибудь тоже здесь, как искать спонсора. Соответственно, вот это важно. А что касается международных фестивалей, а тут вот все эти онлайн-фестивали, все три, которых я назвал, имеют статус международных, это еще лучше, потому что на такие мероприятия приходят иностранные издатели, агенты, которые, в принципе, заинтересованы в хорошем контенте, но они очень напуганы тем, что им, конечно, шлют это все в огромном количестве, они это разобрать не могут, и никто ничего не читает, естественно, из самотека. А вот тут они могут уже в нормальном рабочем режиме увидеть то, что им нужно. Это очень важно. И, конечно, тут нужно понимать, как себя представлять нашим, допустим, американским, английским, испанским коллегам или из других стран. Вы понимаете, в чем дело? Существует вот такая ошибка. То есть, допустим, человек часто говорит мне, допустим, я хочу издаваться на Западе. Ну, во-первых, для чего ты хочешь издаваться на Западе? Ну, потому что вот хочется, да, для известности. В принципе, это понятно. Но тут включаются у человека какие-то вот такие странные, какие-то такие общие понятия. Чтобы издаваться на Западе, надо писать о темных, о черных, да, чернокожих. Надо писать, там, о феминистках, о людях нетрадиционной сексуальной ориентации. И тогда у тебя все будет. На самом деле это не так. То есть, с одной стороны, да, действительно, такой контент востребован. А с другой стороны, если у тебя нет таланта, и если ты все это пишешь довольно-таки бездарно, то совершенно точно с тобой никто работать не будет, а только посмеются. Конечно, всегда должен быть определенный талант. А потом еще и о чем писать. Вот часто тоже люди говорят, ну, допустим, мы, вот у нас есть лондонская премия, которую мы с партнерами учредили в Лондоне, и вручается она, сейчас она дистанционно вручается, раз в пять лет, вообще, как бы, мы предполагали, что мы-то поедем в Лондон. Но ковид свои ремарки внес, и вот премия сейчас будет вручаться дистанционно. Так вот, я хочу сказать, что когда люди хотели получить эту премию, и они приходили ко мне и говорили, а что, как вот надо писать? Я говорю, ну, как вы считаете, как надо писать? Они говорили, наверное, надо что-то про Англию написать. Я им говорил, ни в коем случае, а почему вы так решили? Они говорили, ну, потому что про Англию, чтобы им было интересно. Так вот, друзья мои, про Англию они сами напишут, и уже написали. Они хотят, чтобы про Россию написали. С другой стороны, как? Конечно, у нас есть ряд писателей, которые ангажированы Западом и пишут, что Россия очень плохо. Тут уже вопрос вашей совести. Если вы готовы, так сказать, писать неправду, допустим, да, вы считаете, что это неправда, а России, то есть писать о ней плохо для того, чтобы получить славу, ну, что тут поделаешь? А с другой стороны, если вы действительно считаете, что все плохо, ну, вот по совести вы считаете, что все плохо и пишете, тут я вам вообще ничего сказать не могу. С другой стороны, достаточно каких-то подробных, интересных описаний, каких-то определенных групп людей из России, значит, вот, узких, возможно, прослоек, которые вы популяризируете. Вот этого достаточно для того, чтобы быть интересными на Западе. Я вам сейчас даже расскажу вот некий такой случай из своей личной практики. В 2008 году мы с писателями Ольгой Славниковой, Арсланом Хаславовым, Полиной Клюкиной, Алисой Ганиевой и Пучковым поехали в Лондон. У нас вышла книга на английском языке, мы ее там презентовали. У нас была поездка по Лондону, какие-то презентации, а основная цель это была приехать в Одинбург, это фестиваль искусств. Там есть сильный сегмент литературного, ну да, литературного творчества, и вот там мы должны были представить тоже свою книгу. Соответственно, все прошло прекрасно, и там была презентация такого афганского писателя, который получил Букеровскую премию, и который вот там, если почитаешь книгу, то просто можно заплакать. Значит, он там полжизни жил в Афганистане, ему было плохо, ему приходилось торговать своим телом, чтобы заниматься гомосексуализмом, чтобы выжить. И вот он приехал в Лондон, написал эту книгу и получил Букеровскую премию. Его выдвигали активно на Нобелевскую премию. Ну, мы послушали все, а там была такая зона для писателя, где вот мы садились и могли за бокалом виски с апельсином поговорить. И вот мы с ним стали говорить, и оказалось, что он говорит, ну, это все ерунда, придумали издатели такую мистификацию. На самом деле, моя мама, мой папа действительно афганец, но он из хорошей семьи, приехал давно, а мама вообще коренная, и она из города Лондона, она прям коренная. Вот, и мы, у нас прекрасная семья, я закончил Оксфорд. Но вот издателям нужна была вот такая история, чтобы меня предвигать. Так вот, понимаете, на Западе выдумывают такие истории, что вот он там записал об Афганистане, он там жил и там не знает, чем занимался. А у вас, если честно, ну, у вас есть возможность, вот вы там живете в немалом Ненецком автономном округе, или где-то там в другом городе, лучше, конечно, не в Москве, хотя и в Москве есть тоже определенные тусовки, которые интересны на Западе, да, то есть вот вы окружение свое посмотрите по сторонам, писатель должен смотреть по сторонам. Но вот вы живете, особенно если в регионе, если вы описываете что-то, то, что вы видите, закручиваете сюжет на том, что вот вы видите, это очень даже может быть на Западе интересно. И не надо ротикам продавать. Вот, наверное, как-то так. Я вас всех приглашаю на фестиваль Аэлита. Я настоятельно рекомендую ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить, причем нажимать везде там, и на компьютере, и на приложении, потому что многие сейчас через приложение смотрят. И до новых встреч, пишите, о чем бы вы еще хотели узнать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!